Три блока Это очень плохо, это очень плохо и очень мало Можно и вот так копать, конечно Наверное, даже этим и займусь, потому что ради трех блоков Тратить факелы, ну, задействовать факелы, не тратить, конечно Это уже перебор С помощью алмазной лопаты, кстати, можно даже копать гравий и песок Любые вот цепочные блоки Именно вот как я показывал в одном из старых туториалов Я не помню, сохранились ли они на моем канале Загружал я их сюда после того, как удалился старого канала Ну, можно вот так вот прицелиться в верхнюю часть блока Зажать кнопку И пока песок падает, он уже будет начинать копаться И в итоге выкапывание такого вот столба из пяти блоков Занимает там пару секунд каких-то Но, опять же Пока блок разгонится, пока лопата разгонится Набирает какую-то определенную скорость Пока это все сработает, проходит некоторое время Ну и быстрее ли это, можно еще поспорить То есть, способы, конечно, хорошие, но не всегда эффективны Не всегда настолько эффективны, как вам хочется Что является и плюсом, и минусом Здесь уже четыре блока, так что Пожалуй, буду добывать факелами А кто считает за багаюз, умойтесь Мы так всегда добывали в Майнкрафте песок и гравий Сколько я играю в Майнкрафт, столько я этим и пользуюсь Если это до сих пор не пофиксили Бог мы с ними Как бы особого преимущества мне это не дает Но зато хоть время экономит Да, кто-то у меня там спрашивал по поводу улиток Я не помню, для подкаста ли этот был вопрос Спрашивали, разродился ли один из моих улитов Один из моих улиток, да Он сделал кладку, наконец-то Об этом я написал сегодня на странице Но кладку буду замораживать Поскольку отдавать улиток мне совершенно некуда Некому, никто, ну пару штук, может быть, заберут Нужно поговорить с людьми Но не больше Кормить, выращивать, например, 50 улиток Если Джо их еще не сожрал Это не в моих силах И вообще Замораживать их, когда им будет месяц или два Мне будет жалко Сейчас это просто яйца Так что будем замораживать именно в таком виде Если кто-то в Калининграде захочет забрать Только 100% забрать И только старше 18 лет Потому что я не хочу, чтобы потом Какие-то родители приходили И мне мозги выносили То напишите Когда улитки подрастут То есть я оставлю там пару штук Могу, в принципе, отдать Но я не думаю, что кто-то из Калининграда Смотрит эти видео В группе, по-моему, человек Что-то около 10 из Калининграда И, по-моему, половина из них Собственно, мои друзья Которых я когда-то пригласил в эту группу А может быть и нет Ну, в общем, человек 10 всего из Калининграда Так что Не думаю, что кто-то напишет В другие города Отправка Не рассматривается То есть есть группы специальные, где отправляют Там можно разных Но там за деньги в основном Не отправляют Ну, отправляют не за деньги в основном Из Питера или из Москвы Либо делают так же То есть Просто раздают Но это, опять же, неопытные улитководы Ну, они сами себя так называют Это не я придумал Честно Я знаю, что это глупо звучит Улитковод Так как Нормальный человек Все-таки осознает, что 100 улиток Это слишком Это очень слишком И 100 штук ты в жизни не раздашь Даже в таком городе, как Москва Если говорить про более маленькие города То В общем, тут и говорить нечего Да, моя DS ко мне еще не пришла 3DS К сожалению 10 числа Ее доставили В службу сортировки Или что-то такое В общем, еще пару недель ждать Когда мне привезут мою приставку И где-то еще неделю Когда мне привезут мой Ace Car Ace Car Это такая штука С помощью которой Можно будет запускать пиратские игры Да, я пират Но я не собираюсь платить По полторы штуки За каждый картридж С какой-нибудь Костелванией Хотя вот Костелванию Лицуху Order of Ecclesia Нет Order of Ecclesia И Dawn of Shadow Я бы купил Со временем Так как это Да вашу мать Это Костелвания Если вы не знаете Что это Костелвания Вы либо не с этой планеты Либо вам Не знаю Лет 10 И вы просто ее не застали Это не ваша вина Ну, либо вы просто Не интересуетесь Такими играми И очень зря, кстати Это культовая игрушка Начиналась она еще На Nintendo Entertainment System Entertainment, по-моему В общем, на NES Начиналась Это Это просто Офигенная игра Это офигенная серия игр Ну, за исключением Пара штук Ну, АВГН по этому поводу Часто загоняется Как говорит Зуллин Ну, правда Если вы не играли Хотя бы не пытались играть Вы очень многое упустили Поверьте моему опыту Но Эта игра Помимо того Что она Офигенная Она еще и очень сложная То есть Даже по Меркам NES Она сложная Иди сюда, говно Что ты на меня Смотришь Придурок Что? Поиграть со мной решил? Иди сюда Иди сюда Нет Посмотрите Он ударить себе Не дает Совершенно Ау 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 Тупой ублюдок Иди сюда Иди сюда Я сказал Так Мне еще крепера не хватало На хвост подцепить Ай-яй-яй-яй Не-не-не-не Я не хочу помирать Да что? Что будешь делать? Так где этот сволочь? Он просто улетел куда-то? Просто убежал? Не, ну я так не играю Так не интересно Пойду криперу наваляю Крипер Это ты во всем виноват Хе-хей Хе-хей Да простит меня Мел Это По-моему это его звуки При приветствии Но правда Если я кого-то и копирую Точнее Не копирую Если я чьи-то звуки Там или приветствия Или слова Или фразы Использую То неососнанно И я не собираюсь Никого копировать Потому что копировать это Копирование кого-либо Из известных Ну летсплейщиков Там Или ведущих Или кого угодно Это бесполезное занятие Поскольку Ну если вы Простой подражатель Ради бога Если вас это устраивает Но популярности Это явно не прибавит А то может быть и наоборот Так что это у нас тут За кратер такой интересный Нет Не похоже на то Хм Я слышу зомби Хм А может быть все-таки Да нет Быть того не может Нет Наверное это все-таки Где-то на поверхности Потому что внизу Я ни черта не вижу Хотя как на поверхности Подождите Сейчас же день Что я несу Какая поверхность Ау Нет Вы посмотрите на этого Эльфа Восьмидесятого То уровня Сволочь Сволочь Всех убью Один останусь Просто как Властелине колец Если кто смотрел Ну как Если кто смотрел Если кто помнит Наверное так Скажи Когда битва В море И была Эльф главный Как его зовут Я не помню Как его зовут В оригинале Я помню только что Его В гоблине Звали леголаз Нет Леголаз то А Да Леголаза мы его и звали В этом самом Гоблине Его звали Леголаз Ну в общем Когда Кто-то По-моему С той стороны Орки Прорубают дверь Он так Аккуратненько В небольшое Отверстие От топора Гасит Ну По ощущениям Так Что-то По Впечатлению Он гасит Орка в глаз Вот так Только прорубаюсь Только пробиваю блок Даже получаю стрелу В лицо Умри 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 Давай Давай Я сюда не для того Пришел Чтобы с вами воевать Точнее для этого Конечно Я все таки Надеялся Спаунер найти Но что-то Ни хрена Все таки Видимо придется Делать ферму На пауках Мне этого бы Не очень хотелось Да Ладно Вернемся Добудем там Походу Новую руду Оказывается Она генерируется Гораздо выше Чем я полагал И Интересно Бывается ли она Обычной киркой Каменной Так как Железной У меня с собой Нету Совершенно Что это А это я закрывал воду Черт Я уже понадеялся Что это все таки Да Я уже понадеялся Что это все таки Спаунер Который я пропустил К сожалению Нет Я ничего не пропустил Там просто Ни фига не было Ага Хорошо Так Где Где выход Может быть Когда-нибудь Я сюда вернусь Спущусь И заберу Всю эту руду Но Будем надеяться Что этого не придется делать Я ее найду Где-нибудь На другом месте Так Дом от нас В 500 метрах Посмотрим Что у этого Барыги можно Доставь себе Я понимаете Ему должен отдать Все что у меня есть Чтобы получить Чертов Кремень Или кремень Оу Можно купить Четверскую броню Не понимаю Почему он просто Не добавит Этот крафт За Ну например Сделать каменную броню Булыжниковую Если хотите Может это не сильно Реалистично Но Но погодите У нас есть Алмазная броня Что в общем-то С инструментами Этого Века Этого Этой эпохи В принципе Невозможно Мы в принципе Не можем Добывать алмазы То есть Железом Добывать алмазы Это еще и Ограненные Либо он Чертов читак Либо Он охренеть Какой терпеливый И тратит По 20 кирок Чтобы Каким-то Непонятным Образом Огранить Алмаз Так что Почему бы Не добавить Чайн Чайн Короче Вот эту Кольчужную Броню С крафтом Из булыжника Может быть Может быть Когда-нибудь Это и сделают Так как Она Относительно Непрочная То есть Это не Читерство Будет Она Не какая-нибудь Там Супер Пупер Хорошая Она По-моему Практически Как кожаная Если не Слабее Вообще Чем Джеб Руководствуется Я не знаю Также На английской Майнвике Сегодня наткнулся На Стол И стул Которые Должны были Быть В Майнкрафте Вроде Как они Были В инфдев Или Еще В общем В какой-то Ранней версии Если я правильно Понял Перевод И картинку Ну на картинке Стол и стул Были Но это Как-то Не очень понятно Чем это было В принципе Но Какое-то подобие Стола и стула Были Это факт По крайней мере В коде То есть В коде Или В картинке В той картинке На которой Хранятся Текстуры Всех предметов В этой игре После чего Их то ли Выпилили То ли Так и не добавили Я уже не стал Уточнять Не стал Проверять И все такое Ну Ну блин Ну почему Это было бы Не добавить Это не сложно Это гораздо легче Чем сделать тот же опыт Нам не нужно Даже чтобы На этом можно было Сидеть По большому счету Ну Было бы хорошо Естественно Было бы Даже очень круто Но Если бы Это просто было Как предмет Декорации Все были бы Счастливы Сейчас Такую же функцию Практически Носят Лазурит От него Сейчас Проку Совершенно Никакого Ну кроме Как декоративная Функция И тем не менее Он есть А стул И стол Которые Все давно Хотят И пытаются Изобразить С помощью Нажимных Плит И Забора А стул Вообще Непонятно Делают Или нет Я даже не помню Почему то Добавлять Не хотят Так Мне начинает Подлагивать Я думаю Что это Начало Конца Ну что ж Скрафтим Печки Наверное Будем Заканчивать Все таки Я уже Примерно Час Снимаю Рецепт Я не помню Рецепта Может быть Вот так Да Да Кук Овенбрик Ну вы поняли Что это такое Примерно То ли Коксовый Кирпич То ли Что то Подобное Ему А ну Сначала Конечно Естественно Нужно Забрать Еще Кирпич Докрафтить Наконец-то Все это Так как Печей мне понадобится Очень много Я видел скорость Их работы Мне их понадобится Очень много Ну к тому же У меня осталось Много песка Который мне сейчас По большому счету Не нужен Так Это сюда Это сюда Ну и вообще Это материал Довольно красивый Выглядит он Вот так Вот Как по мне Так очень симпатично Чем-то напоминает Адский кирпич Боже ж ты мой Надо наконец-то Скрафтить Пару нормальных Кирок Я не могу так Больше Так Это сюда Ну хватит Ладно пока что Пускай она будет О боже Только не говорите Что его ломать Можно только Алмазный Хотя судя по скорости Разбивания Он сейчас должен А Это я идиот Это я идиот И Нет я не идиот Но Я все таки взял Не ту кирку Позор Позор и порицание Ну ладно Бог с ним Да Тогда еще не заканчиваем Отставить панику Вы еще увидите Кое что Будем искать место Для того чтобы Сделать нашу комнату Где будут стоять Эти печки Места понадобится много Они большие Куб 3х3х3 С пустым местом По центру Так Сейчас посмотрим Может где нибудь Даже здесь Начну копать комнату Так как Все это дело Должно Ну как бы Это Промышленное Оборудование Такое Оно должно быть Где нибудь В стороне стоять Мне кажется Это сильно В стороне Все таки Наверное Давайте Раскопаем Эту часть Пещеры Вот Эту часть Пещеры То есть Далеко уходить Не станем Думаю Что жить Мы будем Все равно Повыше Просто Если я буду Копать Вот там Внизу Это получится Длинные Длинные спуски Какая-то комната Мне не хотелось Хотя Мне понадобится Место для вагонеток Так как Я хочу Этот процесс В будущем Хоть чуть-чуть Автоматизировать Видимо Все таки Придется Маленько Углубиться Ладно Пускай Давайте Давайте копать Здесь Так Ну Первую печь Я установлю Прямо здесь Так Вот Я надеюсь Что это не поверхность Нет Это не поверхность Это хорошо Так Раз Два Три Три блока Четыре блока Так В эту сторону Четыре Так как К печке Можно подходить С четырех сторон То надо сделать Такую возможность Все же Зачем лишать себя Ее Поскольку Фиг его знает Как мне придется Бегать И где мне придется Что строить Чтобы Собирать эти ресурсы Производят печки Коксовый уголь И Креазотовое масло Если я не ошибаюсь С его названием Но Не должен Ошибаться Кстати Смотрел Туториалы Человека Одного Который делал Как раз По Railcraft К сожалению Он почему-то Перестал снимать Я у него Спросил в личке Будет ли он продолжать Но он молчит Вот как раз По этому моду Очень интересно Рассказывает Давно Я действительно Не видел Чего-то такого Именно Вот с качественным И Звуком И с качественным Хорошим голосом То есть слушаешь И понимаешь Что тебе рассказывают И как тебе рассказывают Человек Не знаю Если сравнивать С кем-то из Летсплейщиков Наверное Что-то между Курящим И Крондом Если по голосу То ближе к Курящему Наверное Текстур Пак Как у Кронда Только Неизмененный Сколько я понял У него стоит Реалистик Крафт Забыл его полное название Делается такой куб В центре Как вы видите Пустота Та-дам Готово Сюда загружается Как нетрудно догадаться Уголь Он Лично мне Непонятно Каким образом Само поджигается И Поступает Вот сюда Здесь будет Хм Я видел другой интерфейс Странно Ну да ладно Видимо Что-то поменяли В этой версии Мода Ну если Будет совсем Не втерпёж То можно будет Поставить Билдкрафт Ради труп Ради выкачивания Всего этого добра Ну Индастриал крафт Я ставить не хочу По причине того Что Он слишком объёмный И там всё-таки Всё на электроэнергии Завязано А вот Билдкрафт Можно будет установить Без ущерба Для чего-либо Так Ну что ж Мы сходили Набрали тростника Сегодня мы Поохотились На коров Дошли до кузнеца Которого Как оказалось Всё ещё нету Пободались С креперами Немножко И заложили Начало Для нашей Коксовой Мастерской Пускай название Пока что Будет таким Я надеюсь Что вам понравится И Всем спасибо За просмотр Подписывайтесь Ставьте пальцы Вверх Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok